Ну что? Узник совести. Пока еще не узник. Привет, блин. Смотри, видишь, охреневшие типы. Отградили себе тротуар для подсолнечника. Нормально, да? Будем вопрос решать, да? О, Господи, палец в контору. Ох, ох. Каравелки. О, камера, камера, направь, поставь. О, камера, направь, поставь. О, это нормально. Что? Председатель сюда, лишь бы, 6-х столетий. А кто уже решил, как правило? Если бы сегодня все покупали, то вы решите покупать. Я тоже хочу, чтобы покупали. На счет здесь. То есть вы личную жопу сюда паркуете и здесь пользуясь уже на положении Это беспредел суда Вроде как мы в стране у нас все равны Я сказал, обращайтесь к председателю суда Помогу дать разрешение на подсовку? Председателю суда обращайтесь к департаменту Департамент А, да ладно, мы сейчас будем, где готов Если проблем Заня суда На противном доме улицы Большой Татарский переулок 4 дом А на тротуаре припаркован автомобиль Toyota T399 KS Так, тут, кстати, несколько еще смотрю Пожалеют они, что Яна вызвали в суд Я говорю, суд пожалеет, что Яна вызвали Нарушаем Как мы сюда попали, на тротуар? Вы попали на тротуар как? Ну, вот это тротуар Здесь люди ходят Видите, гаражными столбиками и все Как вы сюда попали? Это нарушение законодательства российского Это неправильно Да нет, ну нормально все Нафига себе Вам нужно именно ДПС Мы сразу об этом не говорим У нас... Видите, мы намучены Оставлять поднимрание при главе МОРА Понимаете, у нас и так Исправление идет Обслуживание 02 Обслуживание 02 Оберяется, обходит сначала Карточка Я предыдущий Ее обслуживает ДПС Ну как у нас ДПС А как рано вам предоставлялось Писать, что у них есть разрешение На какой-то левый подхог Парковка на тротуаре? Нет, ну у них же здесь шлагбаум Огрызной Вот если была разметка У нас тут не было вопросов Нет, я с вами общаюсь Я не убеждаю, что это так и есть Нет, ну я вам говорю, что если была разметка Было бы знак У нас вопрос Хорошо Я ей вам мешаю То есть вы считаете, что это правонарушение Вы хотите написать заявление? Да, мы для этого, собственно, звоним Я могу принять у вас заявление? Нет, мы хотим, чтобы приехали сотрудники ДПС И эвакуировались Да Это занимает сотрудник составлением Согласен Но я могу у вас принять заявление По данному факту Кусируется заявление у дежурного Либо вы можете проехать со мной И получить талончик выдавления о том, что кусируется Это меня не устраивает То есть заявление вы не хотите писать? Эвакуация Устрадите? Нестроченная правда Удалящееся Удалящееся Список нам ничем не поможет Нет, я для себя убедиться Мне же надо с Лёнькин КП сказать, что есть Что есть какие-то бланцы А вы в праве дорожного этого заявления разбираете сетан И в куальто разбираете сетан Нет, спокойно Это очень хороший документ Значит, председатель государства подписал документ Она же не просто спечатана Она просто распечатана Просто спечатана Можно я... Можно я... Это личная информация Я не знаю, я снимаю Здесь находят автотранспорт и его владельцы Это личная информация граждан Вы не боитесь везти сейчас с охраной С начальником охраны? Да, вот с розерой Я так понимаю, вот блин Нарушители, кстати, у вас есть здесь список Да, список нарушителей Вы уже готовы Там прокурор, плиз Помосик, секретарь, секретарь студии Так и практично, да? Я передал с друзьями своему району ОВД информацию Куда вызван наряд ДПС Он должен был прерыве меня Но оказалось, что мой мобильник О, порционная карточка С сотрудниками ДПС уже должны подъехать Надеюсь, что он их будет Желаете писать заявление? Если они примут первые, то нет Если они не примут, то будут заявления Я дождусь до приезда сотрудников ДПС Я все равно не уверяю Только должны быть сотрудник ДПС И участковый для дальнейшего хозяйства Просто смотрите Какова суть? Машины стоят Если сотрудники ДПС, так скажем, начнут И вас это устраивает И то вы уже с ними общаетесь Потому что правильно кто-то из вас говорил Что они поместительники Да Но если они не начнут Опять же нужно еду на написание заявления Я подъеду в отделение и напишу Хорошо, тогда мы будем ожидать сотрудники ДПС Хорошо, спасибо большое Спасибо Спасибо, да Как говоришь, что это неправильно Наконец-то Сейчас мы оценим ситуацию Обязательно окажем Да, мы как раз и приехали для этого У нас один эвакуатор освободился Сейчас будем принимать меры Прямо на вызову подполковника Ну а как же вы хотели? Вы так и хотели Да, вот вы так и хотели Поэтому приехали подполковники Две жалобы поступило Я приехал Пять уже Пять уже Пока, по крайней мере Я знаю только одну жалобу Еще в 9 утра звонили об этом Простите, а как вам Заместитель командира 3-го батальона Захаров Сергей Михайлович Очень приятно В общем, сейчас мы оценим ситуацию Потому что я вижу здесь, что В принципе, наверное, эвакуируют Эвакуируют То есть вряд ли получится Транспортное средство Единственное, что мы сейчас Можем сделать В принципе, это законно Не запрещено Сфотографировать нарушения И к данным водителям Принять меры административного Воздействия То бишь, возбудить в отношении Собственника транспортного средства Административное расследование Два месяца нам дается на расследование После этого Будет приниматься решение По привлечению собственника Или водителя Кто припарковал данное Транспортное средство Административное адрес Бальзам на душ Главное, чтобы через два месяца Вы не административного администратора Простите, пожалуйста Можно вопрос А что не позволяет заключить В настоящее время Сделать заключение о том Нарушено что-либо Или не нарушено Для чего должно производиться Расследование Заключение Расследование Проводится для установления Обстоятельств Кто припарковал эти машины А вот здесь есть То есть факт нарушения очевиден Факт от нарушения очевиден Нарушение будет зафиксировано Вот сейчас Фиксируют нарушение После чего В установленном порядке Мы будем вызывать Собственников И соответственно Разбираться Водителя здесь Если бы Послушайте Если бы Вот здесь не было бы столбиков Вот этих Эвакуатор бы спокойно заехал И все бы Могу вас поднять Сергей Михайлович Вы сотрудники полиции Смогли зайти в суд И взять список Весь всех этих нарушителей С номерами машин Вы можете пойти Так же с ним ознакомиться Очень хорошо Мы естественно ознакомимся В рамках административного расследования Я не могу сейчас прийти Взять и ходить по суду Вы прекрасно понимаете Некоторые люди Сотрудники суда Тоже пользуются Административной Иммунитетом Административной юридикцией Российской Федерации Поэтому Все это будет сделано В рамках Проведения административного расследования Ну только Все что я вам сейчас надаю Что будет По главе 12 Не пользуются иммунитетом Пользуются иммунитетом У нас Некоторые Некоторые Сотрудники Суды И так далее Пользуются иммунитетом Значит Каждого Каждого Сотрудника Государственного Органа Который В той или иной мере Пользуется иммунитетом Административной юрисдикции Существует Определенные правила Привлечения к административной Ответствии Правил привлечения Понятно Но мы не можем его Как простого гражданина Взять и составить Вынести в отношении него Постановление По делу Административного Правонарушения Вы говорите о статье Не могли бы на норму Закон Я это говорю о том Как Проводит производство К делам административного Правонарушения В отношении лиц Пользующихся иммунитетом Административной Юрисдикцией На норму закону Не могли бы сослаться Я сейчас не могу вам сказать Интернет Да Спасибо 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 Собственно Какие еще вопросы На данный момент А как мы можем Убедиться в том Что действительно Возбуждено Протокол Об административном Рассказе Нет Естественно От вас заявление Поступило Поступило Мы на любое заявление Которое к нам приходит С фотоматериалами Без фотоматериалов Мы естественно Даем ответ Установлены Законным сроком Я как заявитель По телефону У меня Ну вы оставили свой номер Телефон Правильно Фамилия Если вы звонили Служба 02 Значит Естественно В ходе проведения Административного Расследования С вами еще будут связаны А вот Кстати Очередной нарушитель Использование Звукового сигнала В населенном пункте Сейчас Нет Запрет Звукового сигнала Звукового сигнала Звукового сигнала Звукового сигнала Вот Кстати Есть возможность Сразу Установить личность Но мы пока не знаем Куда он едет Может быть Он на территорию суда едет И кстати Вы как Сотрудник Обязанный Не нарушайте Девушка На дорогу Что не делал Поедет Блин Ну ты че 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 Такая Приехала Красава вообще Отменила Штрафа Штрафа Все Вопросы Какие-то Да Мы Сейчас По составлянию Протокола Вы Оставляли Свои данные В 02 Вы звонили Нет? Только по телефону Только фамилию Спрашивали Так И еще Прошу прощения Скажите Вы Как Сотрудник полиции Следящий За дорожной Обстановкой Дорожной Сети Правомощна ли Установка Здесь Шлагбаума Я на данный момент Не могу вам На это ответить Потому Возможно Возможно Она правомощна Потому Что Это здание суда И в целях Антирористической защищенности Возможно Ограничен въезд На эту территорию Я не могу сейчас вам Дать ответ Точно Может быть вы сделаете Какой-нибудь рапорт В плане того Что если в принципе Шлагбаум здесь правомощен Да Установка здесь столбиков Дабы избежать Таких вот Парковок Давайте Если Есть у тебя А4 формата Идите Напишите Кратенькое заявление О правомерности Установки этих шлагбаумов Чтобы мы В рамках административного Расследования Дали правовую оценку Установку Хорошо Давайте Сейчас попробуем Как В окна Выглядываются Где Надпись Вот Покажи Там В зиму Были А Да А Да А Да Наша Судья Так Это же ее Чувачок А Где он Сидит Ждет Ильдар Да Ильдар Да Он Привлечен За парковку А парни Говорит Что он отрицает Водитель У нас есть Его права Доказательства У нас есть фотографии Уже Не зря Все Поэтому Здесь Отрицает Он Не Отрицает Решение Будет Принято Не Спасибо До свидания Какой Милый Этот Толковник По Вашему Рыбе